В какой-то момент произошла такая незаметная, но очень важная подмена сути декрета. То есть теперь целью его, по большому счету, стало нисколько, собственно, содействие занятости, или, как президент любит говорить, заставить людей работать. Речь идет о чем? Что должны были быть определены списки категорий граждан, и, собственно, за что они должны платить, вот те, которые считаются незанятыми в экономике. Ну и комиссии, которые будут потом на основании этих списков решать судьбу индивидуально каждого человека. Предполагается, что будет создана всеобъявляющая база данных, обновляемая практически в реальном времени, ну, не реже, чем раз в квартал тунеядцев у нас получится, отсеканием из 4,5 миллионов трудоспособного населения тех, кто так или иначе либо считается занятым по предоставлению информации от разных ведомств, кто такие занятые, либо тем, кто не считается тунеядцем, опять же, по этой самой информации. И вот эта информация, как теперь мы понимаем, самая обширная, она же является самой ценной. База данных, с которой потом будет работать Министерство труда, и которая будет основой для составления списков индивидуальной работы на местах местными органами власти, ну, что самое важное, то есть выстроена такая система узкого горла, таких песочных часов, когда вот эта огромная информация отсеивается и остается у Министерства труда одно, но тем, кто будет предоставлять всю эту информацию и владеть ей, будет Комитет государственного контроля. И у меня такое ощущение, что на самом деле целью в итоге декрета стало вот это вот постоянное собирание информации о том, об всем трудоспособном населении, то есть с 18 лет и до пенсионного возраста примерно. Проблема эта заключается в том, что мы получаем следящий капитализм, да, вот как бы, грубо говоря, то, в чем обвиняли Facebook, да, о том, что он собирает массу информации на своих пользователей, вот фактически мы получили в таком, что ли, аналоговом, теплом, ламповом, да, на таком стимпанковском виде, когда фактически мало того, что эта информация никоим образом не, не то, что там анонимна, нет, она абсолютно, значит, идентифицируема, эта информация персональная, она по всем законам, она должна быть защищена, но, как мы понимаем, у нас уже давно тайны вот этих самых персональной информации практически не существует. Ну, а с добавлениями того, что еще случится и идентификация пользователей в соцсетях, на форумах, плюс у нас уже разрабатывается база данных распознавания лиц с объединениями всех камер слежения, которые существуют у нас, как бы, в стране, да, в городе и так далее, с единым оператором. Потенциально это очень опасная штука. И движение все, да, цель ничто. Продолжение следует...